Воскресенье накануне Великого Поста в храмах на вечерней службе совершается особый чин прощения. Священник после окончания богослужения просит прощения у всех прихожан. Верующие делают то же по отношению к священнослужителю и друг другу. В Прощенное Воскресенье Церковь призывает примириться со всеми людьми, с которыми мы в ссоре или напряженных отношениях. Такая традиция призвана подготовить людей к длинному подвигу Великого Поста. В этом году Прощенное Воскресенье выпадает на 17 марта. Через прощение ближних, через прощение тех, перед кем мы согрешили, открывается наша личная дверь покаяния. Как Господь сказал, что если вы сумеете простить ближним своим, то и Отец ваш Небесный вам простит ваше прегрешение. Ну а если вы не сможете простить, не захотите или не будете это делать, то Господь не сможет вас простить. Великий Пост начинается с 18 марта. В этот период верующие призваны к долгому и непростому духовному подвигу, борьбе с осуждением, злостью, дурными наклонностями. Воздержание всех органов чувств – средство для того, чтобы стать ближе к Богу и к ближним. Путь строгого поста помогает человеку преобразить душу и прийти совершенно другим к празднику Пасхи. В Царствие Небесное входит побеждающий. Участие – это, конечно, хорошо, как на соревнованиях, но нужно победить. И победа должна быть реальной. Мы должны победить вместе со Христом. Это действительно лишь только средство. Средство – это соединение с Богом. Победа над страстями. Когда мы побеждаем, возносимся над собой. Мы возносимся не над телом, а над собой. А мы – это и тело, и дух, и душа. Основной критерий в пищевом воздержании – скромность. Еда должна быть простой, без изысков, не занимать много времени на приготовление. Великий пост – время особого покаяния, смирения и усердной молитвы. Иногда кажется, что все это совсем нельзя совместить с ежедневными бытовыми заботами человека, с рабочими и семейными обязанностями. Но, по словам протеерея Сергея Скузаваткина, и в суете будней можно хранить внутреннюю тишину и молитву. Прежде всего, должна быть внутренняя такая тишина. Про гармонию я не говорю, не говорю про равновесие. Это, на самом деле, очень сложно достичь. Но если кто-то достигнет, это будет очень хорошо. И плюс внутренняя молитва. Внутренняя молитва, она снабжает человека некой вот такой стабильностью. При этом больше молчать. В посту нужно больше молчания и внутреннее, и внешнее. И тогда действительно будет легче. Вот в посту, в коллективах, где-то в семьях. За неделю до Пасхи верующих ожидает еще одно особое время – Страстная Седмица. В эти дни Церковь вспоминает страдания Иисуса Христа. А Пасха в этом году выпадает на 5 мая. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.